Воспаление около медалика в Амельчанске. Профессор, доктор медицинских наук Елена Хрусталёва, она же депутат городской думы, готова устранять воспаление общественного мнения. Кандидат в мэры уже завтра несёт комиссии, свои документы и программу, как оздоровить весь город. Индустриализация города Барнаул, восстановление предприятий, привлечение новых предприятий, привлечение инвестиций не в развлекательные программы или ещё какие-то, а именно в предприятия, которые создадут большое количество рабочих мест. Рабочие места будут, будет много налогов, будет достаточно денег, чтобы выполнять разные программы. Эта кампания уже отмечена активным обсуждением самой выборности, которых в Барнауле нет с 2010 года. Игорь Савинцев, первый назначенец, запомнился уголовным делом. Его сняли из-за махинаций с муниципальной землёй. Следующий Сергей Дугин, тихим нравом, цитатами. Вы почему всегда негатив ищите какой-то? Всё в хорошем, вам нужно найти негатив. Мы считаем, что это будет такой прорыв. А ещё набережная, рубка деревьев и замена асфальта на плитку. Неудивительно, что жители заговорили о выборах, но их не услышали. И справедливоросы не стали выдвигаться. Народ избрал бы, наверное, человека, который был бы им ближе. Поэтому это как раз и есть наша политическая позиция. Они проведут соцопрос и поднимут тему выборов вновь, как и либерал-демократы. Они, кстати, выдвинули Алексея Скасырского, опытного управленца и главу фракции в Гордуме. Ставка партии на благоустройство. А выборность вновь разберут через год, возможно, уже более серьёзно. И если выборы будут, победит оппозиция, уверенный в ЛДПР. Другое дело, выдержит ли победитель. Если это будет, грубо говоря, оппозиционный мэр, ему придётся очень тяжело на данном посту. Потому что всё-таки будет административное давление со стороны, скажем так, высших эшелонов. Всем понятно, и самим партиям в том числе, что они не претендуют на то, что их кандидаты станут мэрами. Но эту площадку партии используют для того, чтобы, первое, заявить о себе. И второе, это действительно программное заявление. То, что партия доверила Скасырскому или Хрусталёвой быть выдвинутым кандидатом на мэр, упрощает их позиции внутри партии. Мы видим в них тех фигур, на которых партии будут делать ставку в том же 2021 году на выборах в АКЗ. А вот у правящей партии кандидатов пока нет, и их может и не быть, уверен политолог. Чтобы не перекинуть ему свой антирейтинг. Единая Россия просто поддержит самого движенца. Это имя, возможно, узнаем уже завтра. Кстати, реакции губернатора ждать не стоит, объясняет Лукин. Сейчас ему лучше отстраниться, чтобы дать волю депутатам.